Лорис Норстат родился 24 марта 1907 года в городе Миннеаполисе в штате Миннесота. Его отец был священником лютеранской церкви, который переехал в США из Норвегии. Мальчик рос в строгой атмосфере, глава семейства внимательно следил за успеваемостью сына в средней школе. Лорис мечтал о карьере военного. Экономический кризис в стране сильно ударил по благосостоянию родителей молодого человека, а статус летчика позволял перекрыть финансовые проблемы семьи. В 1930 году Норстат окончил военную академию США в звании второго лейтенанта кавалерии, сразу же поступил в высшую летную школу в Марчфилде. В июле 1933 года молодой офицер возглавил 18-ю истребительную группу, затем перешел на должность адъютанта в бомбардировочную эскадрилью. Амбициозный Норстат, который параллельно продолжал учиться и повышать квалификацию, с началом Второй мировой войны в Европе перевелся в Лэнглифилд, где занял штабную должность. А вскоре после вступления США в конфликт Лорис снова пошел на повышение, на этот раз он вошел в совет при главнокомандующем ВВС в Вашингтоне. В 1942 году Норстат отправился в Великобританию, планировал операцию по высадке союзных сил на итальянском острове Сицилия. Сын священника получил звание бригадного генерала, участвовал в операциях воздушного флота в Африке и в налетах на оккупированную немцами Европу. С декабря 1943 Лорис занимал пост начальника оперативного отдела средиземноморских ВВС, летом 1944 года Норстат покинул фронт и вернулся в США, получил должность заместителя начальника штаба. Недоброжелатели связали стремительный карьерный рост в биографии генерала с его знакомством с Дуайтом Эйзенхауэром, но упускали организационные способности уроженца Миннеаполиса. Ему удалось собрать группу молодых офицеров, которые занимались разработкой масштабных авиационных ударов по промышленным центрам Германии и Японии. Норстат относился к той группе американских военных, которые считали, что только ковровые бомбардировки способны заставить императора Хирохита пойти на капитуляцию. На знаменитой фотографии, сделанной на Гуаме в марте 1945 года, Лорис и Кертис Леми читают отчет о налете на Токио, в результате которого погибло почти 100 тысяч человек. Заключительным аккордом этой стратегии стала атомная бомбардировка Хиросимы и Нагасаки. Борьба за влияние в послевоенном мире и столкновение интересов бывших союзников в Польше, Иране и Германии способствовали началу Холодной войны. С апреля 1945 года в Великобритании разрабатывался план наступательной операции против СССР, США тоже прорабатывали действия на случай открытой конфронта ЦЕИ. Норстат представил правительству доклад «Стратегическая уязвимость СССР для ограниченного воздушного нападения», в котором давался анализ последствий ядерной бомбардировки 20 городов. В октябре 1950 года Норстат вернулся в Европу, он был назначен главнокомандующим ВВС США в регионе. Лорис занимался модернизацией аэродромов, укреплял военный потенциал союзников, опираясь на опыт кризиса в Берлине. Американец поддерживал идею с увеличением количества ядерного оружия на континенте в качестве противовеса угрозе советского вторжения. Норстат, который продолжал поддерживать хорошее отношение с Эйзенхауэром, в ноябре 1956 года занял пост главнокомандующего объединенными силами НАТО в Европе, который являлся высшей офицерской должностью в Североатлантическом альянсе. Лорис лоббировал превращение Франции в страну с атомным оружием, но затем поссорился с Шарлем де Голлем. Во время берлинского кризиса мужчина проявил себя как ответственный руководитель, ему удалось предотвратить сползание конфликта в ядерную войну. Наш щит защиты, наш меч возмездия, я повторяю фразы, чтобы подчеркнуть, что НАТО всегда ставит щит перед мечом, защиту перед нападением. Генерал призывал политиков увеличить расходы на военный бюджет НАТО, несмотря на критику общественности, он выступал за реорганизацию немецкой армии. В случае агрессии СССР Норстат планировал сдерживать наступление на оборонительных рубежах, используя тактическое ядерное оружие для уничтожения инфраструктуры. В Советском Союзе генерала, который не боялся публичных высказываний, клеймили как поджигателя войны. На фоне политической напряженности в мире и разногласий с американским президентом Джоном Кеннеди Норстат подал в отставку. 31 декабря 1962 года его сменил на посту главнокомандующего Лайман Лемни ЦР. А уже 2 января уроженец Миннеаполиса ушел из ВВС США на пенсию. После отставки Норстат изменил свое отношение к военным конфликтам в мире. В 1967 году мужчина выступил с призывом прекратить бомбардировки Северного Вьетнама, он уверял, что авианалеты не переломят ход конфликта. Бывший главнокомандующий силами НАТО в Европе считал, что обе стороны должны начать переговоры, но его призыв не был услышан. Личная жизнь Лориса сложилась удачно, в 1935 году он вступил в брак с Изабель Дженкенс. Пара воспитывала дочь Кристин. Супруга часто сопровождала генерала в его командировках, получила неофициальный статус первой леди НАТО, Норстат пропагандировал здоровый образ жизни, он сохранял хорошую физическую форму вплоть до ухода на пенсию. Мужчина играл в баскетбол, увлекался конными скачками. Худощавый и высокий генерал имел дипломатический талант, ему удавалось поддерживать доброжелательные отношения со всеми европейскими политиками. Американец с норвежскими корнями любил рыбалку, во время инспекционной поездки по Лапландии он устроил ловлю форели на озере. Норстат всегда находил время для чтения, возил с собой книги. Норстат скончался 12 сентября 1988 года в городе Тусоне в штате Аризона. Причиной смерти стал сердечный приступ. Его похоронили на Арлингтонском национальном кладбище.